Они показали успехи в учебе, творчестве и спорте. 90 выпускников-медалистов из Самарской области отправляются на Кремлевский бал. По инициативе депутата Государственной думы Александра Евсеевича Хинштейна, при поддержке правительства Самарской области и, конечно, нашего губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, появилась возможность ребят отправить. Они вообще жизнь свою начинают с высокой планки, благодаря своему труду, вниманию родителей, мастерству педагогов. Получили самые высокие оценки. И этой планке потом надо соответствовать жизни. Первые впечатления ребята получают уже в дороге, добираясь до Москвы в фирменном поезде. Здесь организовали экскурсию в уникальный музейно-туристический вагон, который появился в составе в прошлом году «Культ Самара». Каждое из девяти купе посвящено одной из узнаваемых скульптур, установленных в столице региона. Культурная программа продолжается уже в столице. Мы в Москве! Самарские выпускники знакомятся с Первопрестольной во время прогулки по Москве-реке. Экскурсовод рассказывает об основных достопримечательностях столицы, об исторических событиях и героях, с чьими именами связаны памятные места. Это мое первое путешествие в Москву за все время. Очень красивый город. Честно, куда ни глянь, везде неписанная красота. Вот уже люди нас встречают очень дружно. Город нам очень рад. И мы очень рады городу. У нас очень хорошие экскурсоводы. У нас очень хороший транспорт. Нам очень понравилось, как нас доставили сюда. Я уже познакомилась со многими ребятами. Все такие хорошие, умные. Мы пришли на завтрак и катаемся на корабле. Очень все здорово. Так красиво. Прям дух завораживает. Спасибо за поездку. И все еще впереди. А впереди еще действительно много интересного. Ребята побывали в Московском театрально-концертном музыкальном объединении «Градский холл», где увидели спектакль по роману выдающегося грузинского писателя Нодара Домбадзе «Я, бабушка Элико и Ларион». У меня всего одни салатные штаны и по две передней заменовки каждый год. Из-за моей собаки Мурада, которая всегда двигается под хвостом, в деревне меня называют собачьи. В школе футом и лентяй. А бабушка, она всегда крестила под хвостом. Настоящее же мое имя – Зурико. Это лирическая комедия взросления озорного мальчишки по имени Зурико. Все роли исполнил актер и режиссер спектакля Георгий и Абадзе с ним. И музыкантами постановки ребята смогли пообщаться и сфотографироваться на память. Главным событием стал бал выпускников в Кремлевском дворце. У входа ребят поприветствовал депутат Государственной думы Александр Хинштейн, благодаря которому появилась традиция привозить лучших учеников в столицу. Проезд ребят берет на себя РЖД, российские железные дороги. Государственный Кремлевский дворец берет на себя их приглашение. Ну а регион, за что ему большое спасибо, принимает затраты, расходы по проживанию и питанию детей здесь. Я хочу сказать, что Вячеслав Андреевич Федорищев, революбернатор, очень активно поддержал нашу акцию. Конечно, вот эта первая встреча с Москвой, да еще и при таких обстоятельствах, выпускной, которая у каждого человека запоминающиеся события, а уж тем более провести его здесь, в Кремле, в сердце нашей Родины, в месте, в котором овеяны славой и историей, это, на мой взгляд, просто верх восторга. И я об этом даже в свои школьные годы и мечтать не мог. На сцену Кремлевского дворца выходили самые популярные артисты. Звучали поздравления и горячие хиты. Матушка, тюля, белая березыка, я чинец, тюля, тюлька, здоровья. В этот вечер в Кремле собралось 6 тысяч лучших выпускников со всей страны. Праздник продолжился на Красной площади. Это весело, это прикольно, это здорово. И вообще я всем будущим детям, которые сейчас учатся в школе, желаю сюда попасть. Я хочу также поблагодарить организаторов, которые сделали возможное мое присутствие здесь. Еще одна часть культурной программы – прогулка по музею-зуповеднику Царицыно. Парковый ансамбль был заложен по велению императрицы Екатерины II в 1776 году. Такие красивые места посетили, встретились с разными людьми. Мы посетили спецпоказ спектакля в театре, который очень понравился. Сказали разные чувства. Везу новых друзей, уже познакомились в поездке, пока ехали. Новые мечты, пожалуй. Потому что такой красивый город, такие возможности есть в нашей стране. Грандиозно, масштабно и необычно. Для нас большая честь побывать в Кремле на встрече с Александром Евсеевичем, который организовал нам это мероприятие. Спасибо ему большое. Очень необычно, что много звезд выходили на сцену, все пели, веселились. Мы сидели, можно сказать, очень близко к сцене, видели прекрасно всех звезд. Очень рады. Традиция привозить самарских медалистов на бал в Кремле зародилась в 2013 году. С тех пор свой лучший выпускной отметили сотни ребят из самарского региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.